Жители Шауляй получили возможность присоединиться к благородной инициативе, осуществить пеший поход по Литве и преодолеть расстояние в тысячу километров. Цель этого благотворительного марша, задуманного активными жителями Таураге, – сбор средств на лечение детей больных раком. Основной путешественник и автор идеи, начавший свой путь 10 сентября и уже преодолевший не менее 500 километров, посетивший 9 городов, ненадолго остановился в 10-м городе Шауляй, чтобы рассказать о собственной миссии. Следует отметить, что о себе мужчина говорит очень скупо. «Рак в моём ближайшем окружении. Мне хорошо знакома эта боль. Я знаю, что такое клиника. Знаю, что такое химиотерапия. Почему говорю «мы»? Потому что это мы делаем. Саулюс Богдонас никто. Я маленький винтик. Мы – это вся Литва. Ведь вся Литва жертвует, когда звоним по номеру 1418. Когда можем пожертвовать переводом некой суммы на счёт. Это и те люди, которые присоединяются ко мне в этом пути. Кто пройдёт в деревне 100 метров, кто в городе присоединится. Вот это и есть мы». В Шауляй, как и в других городах, люди собрались поддержать идею Саулюса Богдонаса. Среди них и семья, которая не понаслышке знает, о чём говорит активист тысячекилометрового марша из Таураге. Находящийся в постоянном движении, непоседа пятилетний Юстас поборол лимфому Беркета. Его мама признаётся, что в 2014 году, когда мальчик заболел, пришлось пережить настоящий кошмар. Но сейчас Юстас здоров, поэтому так важно, чтобы его историю услышали люди, в жизни которых вторглась коварная болезнь. «Мне важно на собственном опыте подбодрить других мамочек. Они должны знать, что если очень плохо, то настанет день, и будем счастливы. Дети будут бегать здоровые, мы сможем улыбаться и радоваться выздоровлению». Конечно, мы очень благодарны Саулюсу, что он обратил внимание на все эти проблемы. «Всем детям желаем здоровья, мамочкам и папам твёрдости духа. Не теряйте надежду. Всё будет хорошо. Болезнь победите». Веру и надежду на выздоровление даже от самой тяжёлой болезни внушает и сам Юстас. «Даже не боялся. Я сейчас живу хорошо. Играю в компьютерные игры. Выхожу во двор. Когда вырасту, стану футболистом». Юстас пришёл не только поддержать Саулюса Багдонаса, но и вручить своему герою необычный подарок – лимузин. Правда, не настоящий, а миниатюрный, карманный. Инициатор похода говорит, что подарок станет его талисманом. «Мне было радостно познакомиться с мальчиком из Щауляи, который уже некоторое время как поборол эту коварную болезнь. Всем нам стоит порадоваться, что этот маленький человек – настоящий боец, который смог пройти через муки и оставить боль за спиной. Он вручил мне эту машинку, которую я очень полюбил. Надеюсь, она станет моим талисманом, который поможет благополучно завершить путь. Надеюсь, что мы с Юстасом ещё встретимся не раз, и я принесу на эту встречу эту маленькую машинку. Возможно, я покажу ему эту машинку, когда он станет уже взрослым». Саулюс Багдонас продолжает поход по Литве. Ему осталось пройти почти 500 километров. Он планирует посетить 29 городов. Собранные в благотворительном походе средства пойдут на приобретение самого необходимого медицинского оборудования. Особенно маленькие пациенты нуждаются в функциональных кроватях, которые избавляют лежащих больных от образования пролежней и помогают уменьшить боль. Пока что на собранные деньги можно приобрести лишь одну такую кровать. Но участник похода и его команда верят, что 21 октября на финише благотворительного марша результаты будут гораздо весомее.